Еще раз привет! Ты отлично справился с первым уроком. Приступим далее. Следующие два ориентира. Следующий ориентир называется перемещение. То есть мы берем и что-то куда-то перемещаем. Притом не обязательно это делать руками, то есть здесь мы включаем воображение. Мы можем сделать это ногой, коленом, головой. Не буду раскрывать все, дам тебе возможность что-нибудь придумать. Твоя цель сделать перемещение, что-то, что-то и на свой фриз. Что получилось у меня, когда я придумывал фишку с помощью этого ориентира. И второй ориентир. Мы берем фигуру, в которой мы делаем фриз. То есть, например, я делаю фриз вот в такой фигуре. И нам нужно сделать движение в этой фигуре и, удерживая эту фигуру, встать в фриз. То есть, например... Первое, что пришло в голову. Отлично, пробуй. Зачем мы это делали? Четыре упражнения, четыре ориентира. Это нужно использовать не только для фризов. Это нужно использовать для всех твоих движений. Для повер-мува. Для какой-то твоей идеи, какой-то твоей фишки. Если у тебя будут заходы и переходы, то твой танец будет выглядеть более целостно. То есть, это будет немножко другой уровень. Нежели мы танцуем, прыгнули во фриз, спрыгнули. Или мы сделали что-то интересное. Пам, фриз, что-то интересное. Сошли. Это смотрится совсем по-другому. И второе, опять же, нам просто нужно с чего-то начать. То есть, мы взяли это как начальную точку. И потом мы можем прийти абсолютно к другому. Без разницы. Главное, что мы с чего-то начали. И в итоге что-то создали, что-то пришли. Я предлагаю идти именно таким путем. Пробовать такую начальную точку. На этом мы закончили второй урок. Я даю тебе задания. Три задания. Первое. Придумать заход на свой фриз с помощью перемещений. Второе. Придумать заход с помощью фигуры. И третье. Придумать заход с помощью фигуры, которые я даю тебе. Давай возьмем вот такую фигуру. Угол. То есть, тебе нужно сделать движение вот в такой фигуре. Я думаю, ты справишься. Жду твоих видео. Спасибо. Спасибо.